Чем больше власти у нас есть, тем больше у нас есть возможности служить другим, потому что в этом и есть, как говорил Иисус, настоящая высота, настоящее величие в служении другим. И чем больше тебе Богом дано, тем больше у тебя призвания служить этим многим другим людям, тем большее количество людей ты можешь благословить и принести это удивительное благословение. Однако мы видим, что очень часто в нашей жизни само предназначение власти извращается. Давайте откроем книгу «Бытие», третью главу, где рассказывается печальная история о грехопадении, «как люди не послушали Бога». И после этого Бог говорит, 16 стих 3 главы, сначала он обращается к Еве. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Вот некоторые мужья верующие так любят ссылаться именно на этот стих. Видите? «Муж должен господствовать над женой, муж должен властвовать». Вот у кого власть, вот у кого господство. Да, прекрасный стих. Но часто забывают то, что после этого было слово и к Адаму. Было слово к мужчине. Вот смотрите, 17 стих. Я прочитаю это по переводу российского библейского общества, по синодальному переводу. И вот как это звучит. «А человеку Господь сказал, послушав женщину, ты съел плод, который я запретил тебе есть». Видите, сразу же Бог предугадал оправдание. Типа, вот жена мне дала, он говорит, я же тебе запретил. Я же тебе запретил есть. Да, она дала, но ты же слышал, что нельзя. И дальше. «Ныне проклята из-за тебя земля. В муках будешь ее плоды добывать день за днем всю твою жизнь». Видите, в этом месте Писания четко показано, что господство мужа, власть мужа – это не насилие, это не эксплуатация, а это служение своей семье. Бог дает власть, да, но мужчина призван добывать в поте своем, да, добывать хлеб день за днем, чтобы обеспечить себя, обеспечить свой дом, обеспечить свою семью. То есть, видите, когда мужья ссылаются на какие-то места Писания, там, о, жена должна бояться своего мужа, бояться, и он делает все, чтобы в этом все боялись. Сколько вел таких примеров, когда просто семья запугана, дети запуганы, и они крайне им делают, как всегда, священное Писание. Говорят, ну что, в Библии написано, вот я и властвую. Властвовать не значит насильничать, властвовать не значит беззаконничать. Когда видишь запуганных жен, когда видишь забитых детей, и христиан, которые там ссылаются на Библию при этом, говорят, ну вот, Бог дал мне власть. Это не власть, это тирания и деспотизм. Да, Бог дал тебе власть для чего? Чтобы ты служил своему дому, зарабатывал для своего дома, обеспечивал свою семью. Вот для чего тебе дана власть. А не для того, чтобы ты террор устраивал. Поэтому, конечно, да, муж имеет власть. Это не единственное местописание, которое говорит об этом. Но он имеет и ответственность в поте лица добывать хлеб. Иначе это просто беззаконие, когда мужчина там валяется на диване и всем указывает, что там делать. Как трутень. Потому что нет такой на земле работы, которая достойна была такого талантливого человека, какого он. Поэтому он нигде ничего не делает и не работает. Но права-то он любит качать. У него там, видите ли, какая-то власть. Если ты не исполняешь свои обязанности, у тебя никакой власти нет. Потому что власть, которая не несет никакой ответственности, это не власть. Не власть. Бог дает это. Это господство для служения. И все доскажут. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok